Перезагрузили ОМС. Система обязательного медицинского страхования будет работать по-новому. Теперь там обещают ориентироваться на пациентов и выполнить то, о чем говорят с 2010 года. Что уже изменилось, знает Екатерина Кашучик. Она сейчас в прямом эфире. Кать, вам слово. Илья, ну новшества есть, правда их всего два, но тем не менее я рекомендую нашим зрителям сейчас вооружиться ручками и быть готовым к тому, чтобы полезную информацию для себя записать. Итак, уже сегодня работают специальные личные комбинеты здоровья. Такие есть у каждого человека, зарегистрированного в системе ОМС, то есть практически у нас всех. Комбинеты эти виртуальные, вы можете искать себя на сайте webpatient.ru, там эти комбинеты находятся. Адреса на ваших экранах, а доступ к этим сайтам можно получить через другой сайт, через госуслуги. Самый удобный способ это сделать, это прийти в многофункциональный центр. Только после этого вы уже сможете войти в свой виртуальный медкабинет в интернете. И уже сейчас там можно найти всю базовую информацию о себе. Например, в какой страховой компании обслуживается ваш полис ОМС, за какой поликлиникой вы закреплены и как зовут вашего лечащего врача. Кроме того, там уже есть информация, которую в вашей больнице с 1 сентября этого года записывали в вашу электронную карту. Элементы электронной медицинской карты, если мы были в стационаре, нам дали выписку на руки, эта выписка появится там. Уже сейчас это доступно. А информация об оказанных услугах. К примеру, пришли к неврологу, будет информация. Посетил невролога такого-то числа. С системой ОМС было заплачено больнице столько-то. Чтобы знал каждый гражданин, сколько за него платят государства. Ну а еще для того, чтобы лишнего не приписали, напомню, такие случаи были в Москве, когда разные клиники приписывали себе фиктивные приемы, а потом за них получали деньги у фонда социального страхования медицинского. Ну и кроме этой информации, еще в 2017 году в этот же кабинет будут загружать и результаты ваших анализов, в том числе гистологии, например, биопсии. То есть самые сложные, те, которые нужны быстрее всего. Но уже сейчас вы можете на этом же сайте пожаловаться на какого-то врача или какого-то врача похвалить. Илья. Кать, но жаловаться нашим зрителям приходится все же чаще, чем благодарить. Об этом говорит наше недавнее обсуждение этой темы в эфире. Там люди рассказывали, что и на обязательную диспансеризацию их не берут, и к нужным врачам терапевты не дают направления. Что с этим делать? Вот все эти истории мы сегодня попросили прокомментировать Минздрав на этой же пресс-конференции. Давайте послушаем, что там ответили. Человек вот пришел, и он считает, что ему это нужно. Что ему нужно получить тот или определенный, допустим, какой-то вид исследования, может, какого-то дорогостоящего исследования. Но это не всегда, скажем, ему показано. Зачастую достаточно, скажем, то есть наши простые исследования, которыми пользовались мы достаточно давно, там УЗИ, например, и вот подобного рода, они вполне позволяют поставить достаточно точный диагноз. Но если вы все же уверены, что вам нужен какой-то конкретный узкий специалист, либо вам нужно специальное исследование, теперь вас будет защищать ваша страховая компания. Если внимательно рассмотрите свой полис медицинского страхования, найдете там и название этой компании, и номер телефона. Но сегодня появились еще два новых номера телефона, на которые вы можете обращаться, если что-то с вашим здоровьем делают не так, как вам считается, как вы думаете, что это правильно. Итак, записывайте. 256-69-84. Это номер телефона самого фонда медицинского страхования. Еще есть горячая линия 8800-700-0003. Там обязаны разобраться с каждым конкретным случаем и добиться того, чтобы вас отправили к нужному вам специалисту, причем в короткие сроки. Напомню, что только 14 дней есть у врачей на то, чтобы дать вам направление к какому-то узкому специалисту, и 14 дней есть на то, чтобы вам назначили какое-то специальное обследование. Правда, это не МРТ и КТ, но все остальные только за 14 дней. Если этого не происходит, не слушайте отговорки по поводу того, что очередь длинная, мест нет, поликлиника обязана дать вам направление в частную клинику, и там за счет ОМС, опять же, вам должны провести все процедуры, провести прием. Илья. Да, спасибо большое, Катя. Надеюсь, эта информация была полезной для наших зрителей. Посмотрим, насколько эти новые каналы для жалоб реальное количество жалоб сократят. Вот.